МРТ – самый информативный метод оценки повреждения колена после травмы. Здесь представлена одна из наиболее популярных модификаций МРТ-исследований. На поперечных срезах Т2-зависимых МРТ хорошо виден яркий сигнал от жидкости, отражающийся на вид. Жидкость прослеживается в большом количестве в полости сустава, за надколенником, в верхней сумке надколенника и вдоль обоих мышелков. На нижних срезах подколенной ямки со стороны медиального мышелка видна киста Бейкера. Сагитальные Т2-зависимые срезы с подавлением сигнала от жира можно считать наиболее информативными. На них также прекрасно визуализируются яркие синовиты киста Бейкера. Но что наиболее важно – дегенеративные изменения заднего рога медиального мениска, неизмененные крестообразные связки. Аксиальные или иначе поперечные срезы с подавлением сигнала от жира показывают отек костного мозга, медиального мышелка, больше берцовой и бедренной костей, по типу троберкулярного перелома, светлый участок от костей. Также виден отек медиальной коллатеральной связки. Эти изменения отлично видны и на корональных срезах с подавлением сигнала от жира. Внутренний отек медиальной коллатеральной связки соответствует ее разрыву первой степени. Существует целый ряд дополнений, позволяющих лучше оценивать состояние тех или иных структур – суставного хряща, надкосницы, крестообразных и коллатеральных связок – мениска. Так здесь в протонной плотности четко прослеживается неповрежденная передняя костообразная связка, измененная мениска. Для того, чтобы убедиться в отсутствии повреждения передней костообразной связки, прибегают тонким срезом, параллельным ее ходу.